Когда вы поняли, что в России можно заниматься уже бизнесом, начальный этап? Всяга к этому замечательному занятию у меня еще с советских времен была, за что власть придержащая и сама власть расправились со мной. В свойственной манере, а вот уже в перестроечный период, если не ошибаюсь, в 89-м году было принято постановление Совета Министров СССР еще о развитии хозяйственной деятельности советских предприятий и организаций за рубежом. И мы, миновав кооперативную стезю, частный извоз или пошив тапочек и так далее, сразу решили по-взрослому это дело делать. Я работал тогда в крупнейшей в бывшем Советском Союзе агрофирме, а даже. И в один прекрасный день к нам в Латвию, она под Ригой, эта агрофирма расположена, к нам приехал Горбачев. Он посетил в Латвии два предприятия, одно довольно известный завод ВЭФ, как бы люди советского разлива хорошо помнят, это по знаменитым приемникам типа СПИДЛа и так далее. И второе предприятие – это агрофирма АДАЖИ. И выступая на активе перед руководством республики, он сказал, что, вы знаете, очень контрастное впечатление у меня от посещения Латвии. Я был на одном предприятии 19 века, имею в виду завод ВЭФ, и на предприятии 21 века – это агрофирма АДАЖИ. Действительно, АДАЖИ по тем временам было суперсовременным хозяйством, совершенно не советской схемой ведения хозяйства. Наш председатель агрофирмы весь был исполосован партийными выговорами, его постоянно обещали снять с работы. Но поскольку он был такой выдающийся и действительно очень талантливый человек, это у них не складывалось. И когда все к нам приезжали и видели, скажем, что есть, я не знаю, коровник там на тысячу голов, и там работают всего 7-8 человек, и там зимний сад, и бассейн для этих доярок, и какие-то совершенно сказочные по советским понятиям вещи, они, конечно, с ума сходили и говорили, да, действительно, мы куда-то в рай попали. Там у нас был детский сад со своим зоологическим садом, или, скажем, школа со своей обсерваторией. Сейчас, в общем-то, очень мало таких мест, а тем более, в общем-то, это самое. Но это было как бы уже демонстрация, уже первая ласточка, это было демонстрация преимуществ кооперативного ведения хозяйства над государственным укладом. Потому что, ну, это колхоз был, кооп, так называемый, да? И Горбачев приехал к нам, и на него произвело это громадное впечатление. Он спросил, ну, обычная манера партийных боссов, а что вам надо? Мой шеф Каус, он после этого, кстати, был назначен советником президента СССР по вопросам сельского хозяйства. Он такой, ну, по нынешним временам откровенный, а по тем временам смелый человек был. И он тоже в такой же чистой эпатажной форме, причем так, что Горбачеву как бы неудобно было отказаться. Он говорит, нам надо самостоятельно вести хозяйственную деятельность не только в Советском Союзе, но и за его пределами. И Горбачев взял из горяча, пообещал нам разрешить не через вот эти монопольные организации, все эти внешплод, там, импорты, там, или там, маш, тех, снабы и так далее, напрямую выйти на западные рынки и заниматься посредническими операциями, продавать российские товары, покупать сельскохозяйственные технологии и, как следствие, эти технологии внедрять и у себя, и в других хозяйствах. Это было таким, по тем временам, совершенно неожиданным и очень уж, я бы сказал, таким кричащим инноваторским делом. Сухой остаток этой истории таков, что уже в 1989 году мы создали на Западе внешнеэкономическую фирму, которая начала работать в Австрии со скромным по западным меркам уставным капиталом. Через два года мы были четвертой по величине компании Австрии и второй по величине частной фирмы, поскольку, в общем, наши учредители были небольшие западные фирмы, и вот агрофирма даже, там не было государственного части как такового вообще. Но так для меня началась эпоха рыночного капитализма. Все это сопровождалось различного рода событиями. У нас были настоящие войны с государственными монополистами, которые занимались экспортом. В частности, был такой монополист по экспорту минеральных удобрений, назывался он Агрохимэкспорт. И вся система сдержек и издевательств, которую мы по тем временам пережили, она была сродни наездов милиционеров, АБХСников, скажем, на кооперативы, но только в других масштабах и на другом уровне. Так, например, все наши продажи вызывали такой праведный гнев торг-пресс на Западе, потому что они чувствовали, что что-то меняется в этой жизни, у них почва из-под ног уходит. И они писали, и такие молнии посылали, и шифровки, что мы занимаемся демпингом на рынках. Нас вызывали на внешнеэкономическую комиссию при Совете министров СССР еще тогда. и кричали, что мы вас сейчас вот тут вообще не знаем, что с вами сделаем. Мы все это проходили. Поэтому у нас есть свой своеобразный метод вхождения в рынок, который в конечном итоге потом стал нормальным делом, приемлемым, понятным для всех. Но по тем временам это было нечто. И переживания у нас были самые различные. Ну, например, классический пример того, как административная дубина проходится по частному предпринимательству. Пример 90-го года, но он не отсырел, этот пример. Его можно найти, его интерпретацию, и сегодня, через 10-11 лет после событий. У нас грузится корабль минеральных удобрений. Причем удобрения по своему характеру такие, что корабль не может долго находиться с этим грузом. Это все рассчитано, потому что груз насыпной, он может слежаться, и потом его отбойными молотками из трюмов нужно будет доставать. И, как по хорошо отрежиссированному сценарию, проходит соответствующая команда, как тогда говорили, соответствующих органов, корабль арестовывают на рейде. И вот он стоит сутки, он стоит неделю, он стоит месяц, платятся колоссальные штрафы и неустойки, так называемые демериджи за простой судно. Товар приходит в негодность. И, если не на уровне Горбачева, то уж на уровне Рыжкова точно обсуждается вопрос, а выпускать ли этих так называемых предпринимателей. То есть вот эта система, в том смысле, как она тогда укоренялась, она приводила к чему, что они сказали «даешь», да, вот, и Рыжков, и Горбачев все сказали «даешь», а потом сами испугались своего «даешь», и перешли с крика на шепот, а потом с шепота на полное торможение всего. И когда задается вопрос, который, как бы, вы задавали многим героям вашего фильма, можно ли было делать перестройку иначе, можно было, но она бы захлебнулась. То есть страна бы вернулась к еще худшей модели социализма с непредсказуемыми абсолютно последствиями. И если вы помните прорывную идею Гайдара, когда он отпустил цены, 92-й год был или 91-й конец, я уже не помню сейчас, то это было вообще время вымирания страны. Ничего в магазинах, ничего из того, что производилось, не находило спроса, а то, что производилось, как бы, оно еще, помимо всего прочего, было явно недостаточным, экспортного подсоса не было, центральная система разрушалась, ничего не было взамен. И решение Гайдара отпустить цены, конечно, сыграло историческую роль. Это ужасный шок, это было сделано, наверное, в общем, не совсем продумано, потому что были, ну, сегодня можно говорить о том, что, наверное, были более разумные пути, как это сделать. В частности, конечно, нужно было обязательно заниматься индексацией зарплат, пенсии и так далее. Ну, вот наши камикадзе, как я их называю, там, Гайдар, Чубайс и Ижи с ними, вот эти наши ребята, я к ним относился, отношусь с большой симпатией, они, в общем, наверное, не имели времени для принятия абсолютно адекватных решений. Поэтому где-то их заносило, хотя направление было правильным, и, в общем, сейчас это понятно и не нуждается в доказательствах. А тогда это было спорно, и это вызвало, конечно, сразу вот это страшное расслоение в обществе, моральный спад такой произошел. Ведь все жили с красным знаменем в руках, да? А что значило красное знамение в руках? Что партия думает обо всех. Там, и рабочий не должен получать меньше инженера, там, условно говоря, или меньше изобретателя. А тут, вроде бы, каждый за себя, и начали первые ростки, ну, как бы, вот эти первые супербогатые появляться. На фоне массового обнищания это было не для слабонервных. В конечном итоге, если давать сегодня оценку, вот через эти, там, 10 лет, я думаю, что пользы было, ну, как бы, больше от того, что произошло именно так, но все-таки могло бы быть с меньшей кровью. На самом деле, вот здесь баланс этот, он, наверное, был нарушен. То есть, безусловно, правильное направление давало возможность недоброжелателям говорить о том, что это ограбление, что это разбазаривание, что страну растаскивали по углам, по кускам и так далее, что было, в общем-то, не совсем так. Вот эта немедленная, вот такая, быстрая приватизация, когда продавалась, скажем, из-за небольших денег. Продавалась за небольшие деньги, скажем. Многие утверждают, что, наверное, надо было сначала, кстати, как коммунисты много говорят, может, на этом есть свой резон, что надо было начинать сначала с мелких, с магазинов приватизировать, не знаю, лавочки приватизировались прачечные, да, а потом начинать создать класс собственников, а потом начинать приватизировать заводы и так далее, и так далее, и так далее. А все было наоборот. Ну, понятно, но это, как бы, китайская модель, да, ничего нового товарищи коммунисты не говорят. Более того, скромно умалчат, что тогда нужно было бы сохранить руководящую роль коммунистической партии, если бы идти таким путем. В принципе, я не знаю, так сказать, осмелится ли кто-то утверждать, что такой путь для России был неприемлем, наверное, это не совсем так. Но то, что он был невозможен, потому что коммунистическая партия развалилась изначально, она, как бы, ну, будем так говорить, может быть, в силу того, что у нее стаж побольше, она период созревания прошла под Осимом Виссарионовичем, период, значит, вот этого самого спуска с горы под Леонидом Ильичем, и нельзя было этого, прогнивший уже был огурец, да, его нельзя было уже никакими косметическими действиями, как, скажем, это делали китайцы, привести в какой-то, ну, придать ему рыночный блеск. Плюс к этому разный менталитет совершенно, русский и китайский. Люди, привыкшие к бунту, и люди, привыкшие к послушанию. Это все-таки, ну, настолько два берега, причем не у одной реки даже, да, что я все-таки склонен считать, и в данном случае, наверное, попаду в меньшинство, что нам китайский путь был неприемлем. А путь до основания затем, в принципе, наверное, единственно возможный по тем временам. И я сейчас, как бы, вернусь к существу вашего вопроса, нужно ли было это делать за дорого или за дешево, потому что, ну, как бы, понятно, что это нужно было делать так, как можно это было делать, а не так, как пишут там, в учебниках, да. И, в принципе, для российского пути действительно, к сожалению, шок был неизбежен. Неизбежен был развал существующей административной системы. По-другому бы не получилось. А кроме этого, нельзя было продавать дороже, потому что тогда не было бы национальной буржуазии. Проблема-то в чем? Да, в принципе, можно пойти по такому пути, по которому идут сегодня Балтийские республики. Ну, вот, идеальный вариант взять, а распродать страну в третьи руки. Поэтому сегодня, вот, ну, скажем, в Латвии, что мне, как бы, ближе, поскольку я, как бы, родом оттуда и знаю ситуацию, национальная буржуазия имеет очень маленький сектор. Это, в основном, переработка пищевой продукции, в какой-то мере, сельскохозяйственное производство. Ну, вот, даже знаменитый, скажем, Балтийский транзит, когда предприятия получали деньги за счет, там, экспорта российских товаров и импорта товаров в противоположном направлении, даже знаменитый латышский транзит, несмотря на то, что говорят, что он, на самом деле, принадлежит национальному капиталу, это лукавство, мягко говоря, он принадлежит третьим. И сегодня значительный процент, ну, намного больше 50% латвийской экономики находится в руках норвежцев, датчан, немцев, русских и так далее, но не самих, так сказать, национальных капиталистов из этой республики. А в России это было еще более наглядным делом, потому что понятно было, что в России нету ни малейшей возможности приватизировать, скажем, алюминиевый комбинат или там медный комбинат теми деньгами, которых эти предприятия стоят, да? Единственный вариант был ваучерный. Да, кто вообще скупал ваучеры, кто стал владельцем этих комбинатов? Да, вот эти, те самые ловкие ребята, кооператоры, которые производили вот эти резиновые галоши или которые открывали маленькие ресторанчики, потом они заработанные деньги, которые, в общем-то, очень быстро обесценивались, вкладывали в ваучеры, втягивались в торговые операции и потихоньку выкупали предприятия. И был второй класс, и я, в общем, считаю, что во многом сам лично причастен к его созданию. Это класс, как бы, или группа вот этих красных директоров, которых мы делали красными капиталистами. Речь идет о том, что мы им с самого начала предложили своего рода ноу-хау, когда создали вот эту торговую фирму в Вене, скандально известный Нордекс. Так вот, когда мы этот скандально известный Нордекс создали, у нас было несколько своих ноу-хау по тем временам. И одно из них, мы приходили к директорам заводов и говорили им, что, ребята, это вы производите металл, который потом отдаете посреднику. То есть вы зарабатываете свои 200 долларов, и потом посредник в сфере обращения уже вашего товара зарабатывает еще 100 долларов на тонне. Что, в общем-то, несправедливо, потому что, безусловно, капиталоемким является само производство, а не сфера обращения. И давайте будем вытаскивать вас за пределы проходной. То есть, условно говоря, стоит на заводе тонна металла 200 долларов очень хорошо. Я ее могу продать за 300, но сегодня вы отдадите мне, завтра вы отдадите моему конкуренту, послезавтра еще кому-то, начнете бродить по рынку. Я вам предлагаю с самого начала идти, ну, как бы взявшись за руки. То есть мы с вами совместно создаем на Западе торговую структуру, дочку Нордекса и, скажем, столеплавильного завода какого-то. Эта структура реализовывает этот товар за 300 долларов. 50 мои, 50 ваши. Я не буду зарабатывать 100, но мы с вами будем на лонгран, мы с вами будем длительное время сотрудничать, потому что это вам интересно. И это был первый шаг, а второй шаг, их нужно было ментально убедить еще, что не надо бояться показывать, что люди становятся богатыми. Ну, мы же панически этого боялись в те времена. И более того, наша непростая задача состояла в том, что нам нужно было убеждать людей, что вы все равно не будете жить на Канарах. Вы заработали миллион, два, три, пять, десять и так далее. Фактически вы воспользовались, ну, как бы служебным положением. То, что вы директора предприятий, менеджера этих предприятий, вы этим воспользовались. Поэтому, безусловно, у вас как бы есть особые возможности, которых нет у других. Давайте возвращайте. Вы прошли славный путь. Даже без кавычек. Вы были там разнорабочими, ремесленниками, мастерами производства, начальниками цехов, главными инженерами, стали директорами предприятия. Значит, вы талантливые люди. Вы пробились ведь сами, вы сами себе проложили эту дорогу. Кто, как не вы, имеет право быть хозяевами предприятия? А мы все, то есть, вся страна провозгласила, что вот сейчас в стране должны появиться хозяева. Так вот, кто хозяева? Татуированные братки, как бы, там, из какого-нибудь очередного, там, бандитского сообщества? Почему, собственно говоря, они? Только потому, что они могут зарабатывать деньги за счет того, что трясут палатки, или там, в казино, или еще где-то, на собачьих бегах. Все равно это вот, ну, как бы, примитивный такой, помоечный уровень мышления. А вы директора предприятия, вы высокообразованные люди, вы высокоинтеллигентные люди, вы люди с серьезной косточкой, вы прирожденные капиталисты. Потому что вы в условиях нашего поганого строя, наших поганых правил стали первыми лицами на своих предприятиях. Теперь давайте, вот вы откладываете деньги, а потом, вот это предприятие должно выкупить ваш завод, стать его владельцем. То есть вы, менеджмент предприятия, станете капиталистами, в прямом смысле этого слова. А если не вы, то кто? Сначала, такая первая реакция была, вообще, ошарашенная. Причем у нас, у Нордекса было, где-то, порядка 40 таких совместных предприятий. Это крупнейшие российские заводы, крупнейшие российские нефтяные компании, крупнейшие предприятия химии, минеральных удобрений и так далее, и так далее. И вот, на большинстве, вот сегодня, ну, как бы, прошло много лет, на большинстве из них, сегодня, основу акционеров, и, естественно, топ-менеджмента, составляют, те люди, которые тогда поверили в то, что, в принципе, вот это тот случай, когда, можно в навозной куче найти самородок золота. Они на это отчаялись, хотя это, это именно нужно было отчаяться, это все непросто, это поступок. Потому что у всех перед глазами серые шинели, сероглазки, в кепочках, с погонами, так, пройдемте, гражданин. Да, что это вы тут собираетесь, что вы тут, это частное предпринимательство, было хуже, чем ругательство, это было ужасно. И статьи были ужасные, помнишь, там, дело Золотова и так далее, все эти известные истории. Поэтому, конечно, для нас это было вот таким, своеобразным окном. А вот они боялись еще и того, что приватизация, объявленная приватизация, ненадолго, придут кому-нибудь из-за заново. Когда-то были такие, баланс, плюззай. Да, да, конечно, на первых порах боялись, безусловно, и поэтому на первых порах просто деньги закапывали в офшорных зонах, покупали по три роликса, на каждую руку, на каждую ногу, жене вставляли золотые зубы. Потом, какая-то вторая стадия, следующий шаг, начали направлять детей учиться, начали направлять рабочих лечиться на Запад, начали покупать, уже осмелились, начали покупать какой-то оборудователь, то есть, условно говоря, накопили деньги на Западе, называли эту фирму Куку Интернешнл, рассказывали своим городоначальникам сказки, что это очень крупная западная фирма, на самом деле, это они сами и были. И вот, это Куку Интернешнл начинало все-таки инвестироваться в завод, потому что, ну, хорошо, но он построил эту виллу там, где-нибудь на солнечном берегу, в маленькой банановой республике, ну и что, он же не сборщик бананов, он металлург, и у него ментальность все равно, ну, вот, не изменяется от этого, поэтому, когда эти люди, ну, как бы, насыщались, да, вот, первый этап насыщения проходил, они решили, ну, хорошо, ну, давай мы рискнем, вот, давай рискнем, а потом, все-таки, вот уже где-то к моменту начала приватизации, когда Чубайс и его команда начали, ну, как бы, играть вот в такую игру по-взрослому, да, в озорную такую игру, вот, ваучеры возьмем, встанем, они почувствовали, что это все-таки государственная политика, ведь основная заслуга Ельцина в том, что он младореформаторов этих не сделал изгоями, он же их защищал всегда, он менял их там, но, тем не менее, он всегда, даже когда под давлением обстоятельств или алкогольных паров, он принимал решение закрутить гайки и снова всех построить, и опять к светлому будущему, неизвестно, к какому идти, что-то, у него какие-то внутренние механизмы срабатывали, и он все равно оставлял, либо вводил, либо назначал, либо вытаскивал там из небытия, из каких-нибудь провинциальных городков этих новых младореформаторов, либо возвращал старых, ведь посмотрел себе метафорфозы с Чубайсом, да, он кем только не был за эти годы, да, он уходил под воду, опять поднимался, потому что Ельцин мужичара, и он в Чубайсе чувствовал эту косточку, и он понимал, что стержень-то, в общем-то, такой, который не согнешь, и он понимал, что идем в правильном направлении, вот здесь, будучи человеком малообразованным, царь Борис все-таки был человеком с колоссальной интуицией, и он понимал, что нужно дать им придержать власть в руках, иначе ничего не будет, и вот этот, институт красных директоров, которые перековывались, да, они начинали понимать, что у них есть шанс, что их поддерживают, я вот помню, как у меня есть такой хороший приятель, директор провинциального завода, череповецкого завода Амафос, Валера Бабкин, я помню, как он из такого красного директора становился махровым демократом, из человека, привыкшего жить по директиве своего министерства, жестким экономистом, из человека социалистического уклада, он, кстати, был, до этого, если я не ошибаюсь, начальником главка в каком-то министерстве союзном, кажется, минеральных удобрений, он вдруг стал хитрюгой, капиталистом, считающим каждую копейку и так далее. И таких, как бы, превращений было очень много. Этот процесс, он очень зажат был по времени, это все же в течение исторически ничтожного отрезка, и вот то, что все-таки вот эта прослойка создалась, а, естественно, что они потянули за собой создание среднего класса, потому что нету ни одного крупного промышленного гиганта, предприятия, у которого бы не было двух-трех сотен рыб прилипал, фирм-посредников. Одни спички, одни вату, одни, так сказать, подушки, одни перо, да, все что-то поставляют, и с точки зрения логики бизнеса неразумно, зачем бы это делать. С точки зрения создания класса среднего капитала исключительная вообще возможность, потому что, конечно, крупный капитал не удержится без капитала промежуточного, среднего, между прослойки, между рабочим классом, то есть пролетариатом и, скажем, топ-менеджментом и владельцами этих предприятий. Поэтому вот я все-таки очень позитивен. Мне кажется, что развитие шло правильно, развитие шло нормально у нас, если бы не политические бури, которые мешали, в общем, развитию нормальной экономики, потому что менялись пачками премьер-министр, менялись министры экономики, министры финансов, причем ничего нового никто не открыл. Каждый приходил, он первую половину срока занимался уничтожением своего предшественника, а вторую половину срока готовился к тому, что его снимут с работы. Если бы вот не эта чехарда очень свойственная нам, потому что мы все самоеды, мы все как бы старательно пилим сук, на который сгромоздились, если бы не это, я думаю, что успехи были бы сегодня более заметные. Вот если мы говорим о создании буржуазии, то о создании буржуазии... 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 буржуазии...